Добрый вечер, уважаемые телезрители, в эфире студия «Вечерний Дмитров». Мы рады приветствовать вас на нашем канале и надеемся на активное участие в традиционном разговоре в прямом эфире. Сегодня у нас в гостях заместитель начальника отдела по вопросам миграции ОМД России под Минскому городскому округу Кристина Евгеньевна Гуськова. И нам с вами предстоит поговорить о работе данной службы и ответить на ваши вопросы. Так что звоните к нам по телефону 224-22-33 или пишите на наш сайт www.dmitrovtv.ru. Кристина Евгеньевна, прежде чем мы начнем уже отвечать на какие-то конкретные вопросы, давайте все-таки мы остановимся на тех задачах, которые стоят перед вашим отделом, чтобы телезрители могли сориентироваться, какие вопросы вам следует задавать. Пожалуйста, вам слово. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Отдел по вопросам миграции занимается предоставлением, прежде всего, государственных услуг как для граждан Российской Федерации, так и для иностранных граждан. В том числе мы боремся с нарушениями в миграционном законодательстве, то есть следим за порядком в сфере миграции. То есть у вас, по-моему, 18 видов услуг, да? Да, но они все оцениваемые, неоцениваемые государственные услуги граждан Российской Федерации. Это документирование паспортами гражданина Российской Федерации, заграничным паспортом на 10-5 лет, регистрация по месту жительства, по месту пребывания граждан Российской Федерации. У иностранных граждан это регистрация, да, там миграционный учет по месту пребывания, по месту жительства, подача документов на разрешение на временное проживание, на вид на жительство, получение гражданства, предоставление адресно-справочной работы. То есть большой спектр услуг, да, мы предоставляем. Ну, а вот посидентная работа как строится? У вас же не каждый день приемный? То есть какие-то дни у вас приемные, какие-то у вас для работы с документами, да? Вы знаете, по большей части мы работаем в целом 6 дней в неделю, да, просто какие-то услуги там оказываются в понедельник, какие-то оказываются в субботу, да, то есть в любом случае у инспекторов есть два законных выходных дня, но для граждан мы работаем, осуществляем трудовую деятельность в течение 6 дней в неделю. То есть выходные плавающие у кого-то? Да, у кого-то воскресенье-понедельник, у кого-то суббота-воскресенье, а у кого-то усиление и 7-0, поэтому бывает и такое. Понятно, такое тоже бывает. Но как, если воскресенье у вас в выходной, как же, все равно? Усиление, конечно, мы же, да. Хорошо, но такой вопрос, а вот по мере того, как появился портал госуслуг, у вас работа уменьшилась или все равно по-прежнему так же? По-прежнему так же. Конечно, стал порядок, я хочу еще сказать о чем. Вот с 15 марта 2020 года, когда началась пандемия, мы стали работать строго по предварительной записи. По-прежнему мы так и осуществляем свои государственные услуги. Соответственно, в этом есть некий порядок, но сейчас в связи с огромным потоком людей, в частности, я как заместитель курируемой работы с иностранными гражданами, ни для кого не секрет, что мы открываем часы, свои выходные, то есть неприемные часы, для того, чтобы больший поток граждан получали эти услуги. То есть не только в режим работы, но и открываем, чтобы было их больше. То есть народу меньше не становится. Понятно. То есть в прошлом году, наверное, все-таки был некий спад? В прошлом году был некий спад. А сейчас опять? Да. Ну, цифра такая, что на 80% миграционный учет, то есть иностранных граждан увеличился на 80% по сравнению с прошлым годом на текущий период. Понятно. Но вы можете озвучить какие-то данные статистические по поводу того, сколько у нас иностранных граждан в этом году зарегистрировано, например, на сегодняшний число? На сегодняшний число 28 тысяч иностранных граждан состоят на миграционном учете. То есть это получается треть нашего населения уже скоро? В прошлом году это было 15 тысяч на текущий период. То есть сейчас, понимаете, да, вот эти 80% они... Тогда такой вопрос. 28 тысяч — это достаточно большая цифра. А где же они там все размещаются-то у нас? У нас есть огромные предприятия, которые имеют общежитие, и иностранные граждане размещаются у них. Также и в частных квартирах очень много людей, которые приезжают из Москвы, приезжают из регионов, регистрируя этих иностранных граждан. Потому что принимающая сторона выступает тот человек, который зарегистрирован по адресу, там, в Дмитровской, например, квартире, да, он имеет здесь собственность, и у него здесь живут на даче или в квартире, и осуществляют трудовую деятельность, он им сдает, а иностранные граждане, то есть они также размещаются и в частных квартирах. Понятно. Вы упомянули частные квартиры, и есть такое понятие резиновые квартиры, когда несовместимое количество лиц регистрируются на занимаемую площадь. То есть как это? Вот есть наказание за такие вещи? Конечно, есть наказание. Для нас это больная тема. К сожалению, мы не имеем рычага, так скажем, явного воздействия на данных граждан, которые, пытаясь, ну, ни для кого не секрет, возможно, заработать на этом деньги, регистрируют большое количество иностранных граждан в своих квартирах, в своих домах. Но как у нас устроена эта работа? Мы, вот зачастую, выставляя новости, вот, кстати, пользуясь случаем, можно обратиться, да, зачастую выставляя новости о том, что, там, дмитровчанин зарегистрировал более 40 иностранных граждан и не предоставил им жилье. Я вижу такие комментарии, как люди пишут, а куда же смотрят миграционные службы? Куда же смотрят отдел по вопросам миграции, который регистрируют? Я хочу ответить, что мы не имеем права никакого отказать человеку в предоставлении государственной услуги. Мы обязаны зарегистрировать этих граждан и тут же отреагировать. Я хочу, чтобы вы понимали, что мы тоже являемся отделом полиции, который передает незамедлительно эту информацию в службу участковых, который, в свою очередь, выезжает на адрес и уже проводит расследование. Соответственно, в случае неподтверждения того, что граждане там, да, то есть, если нет подтверждения, что граждане там проживаются, регистрируется КУСП, возбуждается уголовное дело или это административная ответственность, наказание от 100 до 500 тысяч за каждого иностранного гражданина, который не проживает, и уголовная ответственность, 322-я статья Прим-3 сроком до трех лет наказания. Ну понятно, хорошо, зарегистрированы, не проживают, это один вариант, а есть другой вариант, когда и зарегистрированы, и живут огромное количество. Как вот здесь быть в этом вопросе? То есть, допустим, вот россиянин захочет кого-то к себе прописать, наверное, вряд ли его пропишут. Вы знаете, нет, почему... Скажут, норму площади вам не позволяют прописать. Мы не просматриваем площадь, потому что, вы знаете, ну иностранные граждане, они люди непривередливые, в том плане то, что им достаточно постелить матрас, и чтобы было где умыться, все. То есть, по факту, они действительно в двухкомнатной квартире, когда ты говоришь, вы что, живете восьмером в двухкомнатной квартире, они говорят, да, Кристина Евгеньевна, мы там проживаем. И мне участковый пишет рапорт о том, что действительно подтверждается факт проживания, а у них все обустроено. То есть, здесь я уже ничего не могу сказать. Нет, ну, восемь человек в двухкомнатной квартире, это еще нормально. То есть, это, в принципе, есть у нас и семьи, Дмитровщин живут так, по восемь человек в двухкомнатной квартире. Но хуже, когда двадцать человек в двухкомнатной квартире. Ну, они, значит, там не проживают, это явные признаки эффективной постановки на учет. То есть, человек, беря деньги за услугу, да, предоставляет регистрацию, и человек, он даже знать не знает. Понятно. А вы сведения передаете на налоговую инспекцию? То есть, это же в принципе заработок. То есть, человек, который сдает в наем жилье, он должен платить себе налоги. Ну, этим, да, вопрос в том, что были бы у них какие-то договоры найма, то есть, этого ничего нет. Мы работаем здесь только по линии нашей. То есть, мы предоставляем данные участковой, участковый отрабатывает, мы возбуждаем уголовное дело в дозрании. А на ваш взгляд, не является ли это вот лазейкой в законе, что вот действительно незаконопослушные граждане... Соглашусь. У нас бывают такие случаи, в чем суть, что зарегистрировать иностранного гражданина может человек, постоянно проживающий на территории Российской Федерации. То есть, это не обязательно собственник. Зачастую к нам приходят родители, бабушки, дедушки, выламывая двери, говоря, на каком основании вы регистрируете, я не давала согласия. Потом они успокаиваются, мы с ними разговариваем, они рассказывают, что у них есть внук, который не хочет ни учиться, ни работать, он там зарегистрирован у них, и он вот попал в какую-то, знаете, не ту дорогу по жизни. И вот он занимается вот этой всей историей. Она говорит, да, он выпивает, да, вот он такой неблагополучный у нас. Как скажите, что нам сделать? Но вы понимаете, что эту услугу может человек получить не только посредством отдела по вопросу миграции, он может обратиться на почту в любое отделение, он может обратиться в любой МФЦ, да, многофункциональный центр, и ему в МФЦ вообще нет оснований для отказа приема документов. Но МФЦ же документы вам, наверное, переправляют. Да, МФЦ ведут прием документов и передают уже для обработки, для осуществления услуги нам. Поэтому мы активно боремся с теми гражданами, которые пытаются на этом заработать, которые нарушают законодательство, мы с этим боремся. И более того, я зачастую сталкиваюсь с такой проблемой, что человек, иностранный гражданин, приходя к нам в отдел, показывая мне свою регистрацию, говорит, посмотрите, пожалуйста, есть она в базе. Я смотрю, а у нас уже список этих людей, которые занимаются всей этой историей, которые регистрируют граждан, у которых уже по 10 уголовных дел, которые только что отбыли срок наказания, вышли и тут же начинают ставить. То есть ему уже, знаете, как этот последний глоток в жизни или что, не знаю. И когда мне иностранный гражданин приходит, я говорю ему, скажите, пожалуйста, где вы живете? Он говорит, я живу вот там-то, там-то. А почему вас не регистрирует человек? Хозяйка не хочет. Понимаете? То есть мы, получается, что граждане Российской Федерации, наши с вами любимые дмитровчане, также толкают и иностранцев, и сами нарушают, не уведомляя нас о том, что у них зарегистрирован человек. Мы не хотим. И они начинают придумывать, там, у нас проблемы с квартирой, у нас проблемы с документами, и мы не хотим вообще регистрировать иностранцев. Живешь, деньги платишь, вот и бог с тобой. Понятно. Нет, но здесь есть, наверное, все-таки, может быть, дмитровчане опасались, может быть, были случаи, когда их регистрировали, а потом это не... собственность уходила... Это вообще исключено. Да? Это речь идет о временном учете, который, знаете, это только учет, чтобы мы понимали, что вот иностранный гражданин такой находится по этому учету. Регистрация делается максимум сроком на год, это когда у человека есть трудовой договор, а так он оформляет разрешительный документ, это патент, он его оплачивает там на месяц, на два, на три, и принимающая сторона оформляет. За них, даже, чтобы вы понимали, не учитываются коммунальные услуги, то есть иностранные граждане не вписываются в домовые книги, никакой учет, то есть, ну, здесь... Ну, коммунальные услуги, слава богу, сейчас у нас все-таки по счетчикам, поэтому за него платят, если счетчики есть, то платят владельцы квартиры, а если нет, то, конечно, опять-таки соседи оплачивают. Ну, это уже, да, не наше, так скажем. Хорошо, но вы сказали, сколько 12 с лишним... Сколько сейчас в данный момент? 28 тысяч. Где же такие у нас предприятия? Ну, вы можете их назвать предприятиями, или это не совсем будет корректно? Вы знаете, их огромное количество. Во-первых, у нас очень много курортов, мы это все прекрасно знаем. Все эти наши, там, Свежий ветер, Сорочаны, Тягачевы, это все наши горнолыжные курорты, которые тоже, как мы понимаем, обслуживаться должны, да, и обслуживают их иностранные граждане. Это наши заводы, огромный завод, Деки, там, МЖБК, молочный, Озерецкий завод, Дмитровский молочный завод, да, наши аграрии, Куликово, Бунятина, их огромное количество, да, и это мы еще не берем там индивидуальные предприниматели, которые тоже занимаются различным бизнесом и имеют у себя рабочую силу иностранных граждан. Понятно. Я все время считал, что мигранты работают, может быть, на стройке и, может быть, в коммунальном хозяйстве, но чтобы на заводе МЖБК, я не думаю, что там... Работают иностранные граждане. Да? Работают. Какие же они работы там выполняют? То есть подсобные? Различные, но и не только. Вы знаете, у меня очень много людей приходят на... подают документы на квоту, в отделении квоты, да, для приобретения гражданства Российской Федерации, и очень много порядочных, очень много порядочных людей, которые там, знаете, по 15 лет работают. И заводы, и предприятия ходатайствуют о выделении квоты данным гражданам, да. То есть иностранный гражданин, это не всегда разнорабочий. В том числе у нас много складов, распределительные центры, магнит и прочие, на которых тоже работают иностранные граждане. То есть те, кто 15 лет работают, они еще не имеют гражданства? Вообще процесс-то же, мне кажется, не столько долгий. Вы знаете, здесь все очень индивидуально, очень индивидуально, и поэтому не то, что долгий. Кто-то 15 лет работает, он только себе оформляет патент и имеет миграционный учет. А кто-то за 15 лет своей работы здесь приобрел себе землю, построил дом. У него здесь там брат приобрел гражданство по жене, ну, образно, да, там женился. И он уже оброс, так скажем, такими позитивными плюсами, которые его могут подтолкнуть к ускоренному приобретению гражданства. А так, бывают такие случаи, кто не хочет, кто просто зарабатывает здесь деньги, отправляет к себе на родину, уезжает туда, живет тут и здесь, и там. Понятно. Но вот по процентному соотношению, представители каких стран у нас больше всего, где меньше? Да, наибольшее количество граждан, например, бывает, это Таджикистан, на втором месте это Узбекистан, третье место Украина, Киргизия, Армения и Молдова. То есть у нас вот такая история. Понятно. Но я думаю, что многие армяне, азербайджанцы, они уже здесь уже осели. Но вы знаете, в том числе... У нас есть и армянские, и азербайджанские диаспоры, которые помогают на РСФРС. Вы знаете, меня всегда удивляет другой момент. Вот сейчас в пандемию, я называю этих людей подснежниками, которые услышали о том, что ослабили законодательство, ослабили вот этот режим надзор, и они начали приходить к нам. Вы знаете, я въехал в Россию в 2012 году, я уже здесь столько лет живу, но я ничего не делал. Но сейчас же президент сказал. То есть очень многие люди не хотят вовремя и своевременно, хотя они имеют эту возможность, приехать сюда, зарегистрироваться, встать на учет, получить разрешительные документы, и в принципе двигаться в сторону приобретения гражданства в Российской Федерации как последняя стадия. Но они не хотят этого делать, они знание закона, мы знаем, не освобождает от ответственности. И зачастую иногда люди проходят такие этапы уже какой-то, да, там на полпути к приобретению гражданства, потом они куда-то пропадают, исчезают. И уже вот сейчас у нас с 30 сентября указ президента 394, который вступил, уже мы ужесточаем свои, да, то есть мы уже и выдворяем людей, и сокращаем сроки пребывания. Но пока что еще те граждане, которые являются закононнаходящимися, это те, кто въехали после 15 марта 2020 года, они имеют шанс до 31 декабря обратиться к нам, чтобы себя легализовать. То есть те граждане, которые уже... То есть без штрафных санкций и без всего, да? Да, без суда и без штрафных санкций. То есть те иностранные граждане, которые прибыли на территорию Российской Федерации до 15 марта 2020 года, они уже могут обратиться к нам, но это уже будет через суд. Остальные, кто в период пандемии, даже если они не делали регистрации или вставали на учет на 1, 2, 3 дня, они имеют право обратиться, и мы их примем. Ну, согласитесь, я думаю, что вы видели на центральных телеканалах показывают сюжеты о том, что вот есть специальные центры, где регистрируют, все прочее, и, может быть, где получают рабочую визу. Вы же не выдаёте, да? Не оформляете? Визы нет, мы не оформляем. И в том числе патенты не оформляете? Да, патенты у нас оформляются в Московской области, централизованы в отделе по вопросам трудовой миграции в городе Красногорск. То есть вся Московская область получает патенты централизованы там. Понятно. Вот там же местным жителям вот эти очереди доставляют немало хлопот. У нас таких центров нет, слава богу, да? Нет, у нас таких центров нет. И проблем вот... Ну, у нас только единственная очередь только в ваше здание, наверное, да, когда нет? В наше здание, да. Это постоянно никак или всё-таки определённые дни? То есть зависит от того... Смотрите, мы просто открыли, опять-таки, чтобы разгрузить поток граждан, чтобы их, так скажем, уберечь от штрафов, да? Мы всё понимаем прекрасно, да? Если мы штрафуем людей, говоря о том, что вы продлили не в срок миграционный учёт, мы должны сказать, что вы могли прийти вчера. Если человек говорит, что на вчера у вас не было талона, соответственно, мы открыли вторник-четверг живая очередь, да, с 10 до часу дня, хотя приём начинается с двух, то есть вот эти три часа в несколько окон, по пять инспекторов даже в эти дни принимают большое количество граждан. Около 250-300 регистраций мы делаем постановок на миграционный учёт. Но у вас всё тоже по электронной очереди в основном, да? Либо талон это берётся, да, либо живая очередь в вторник-четверг. То есть человек просто пришёл и продлевает учёт своему иностранному гражданину. Так, хорошо, есть звонок, давайте на него ответим. Слушаем вас, говорите. Я? Да, да, говорите. Алло, здравствуйте. Я хотел спросить, если человек прибыл сюда во время пандемии и с этих пор не делал регистрацию, у него ещё есть шанс сделать регистрацию? Да, он может, да. Ещё есть шанс обойтись без больших штрафов и выдворений, да? Да, он может обратиться к нам в отдел по вопросам миграции, либо взяв талончик, либо прийти, как я уже сказала, по живой очереди. Мы продлим ему миграционный учёт до 31 декабря и в этот срок он должен себя легализовать, то есть обратиться за подачей на патент, либо подать на РВП, на вид на жительство, если у него есть основания. А он регистрируется, он должен прийти с человеком? Обязательно. Принимающая сторона. Куда он? Да. Без принимающей стороны мы не осуществляем государственную услугу. Понятно. А на предприятиях вы действительно, говорите, много общежитий, где у нас проживают? Много общежитий. Много, да? Много. У нас есть общежитий по 400 кольку мест. Поэтому вот... Понятно. Ну, хорошо. Но вы всё-таки согласитесь, зачастую в социальной сети, наверное, читаете, что вот совершили преступления приезжие мигранты. То есть какие чаще все преступления совершают? Вы знаете, это немножко не моя тема, но скажу так, что сейчас, сейчас преступлений, совершаемых иностранными гражданами стало намного меньше. Вот когда у нас началась пандемия, да, когда люди не могли выезжать, они понимали, что если они уедут, они потом сюда не въедут, были закрыты границы, на работу особо их не брали. Соответственно, вот тогда были случаи с кражами, случаи с какими-то разбоями, вот, но сейчас их стало меньше, и мы с этим тоже, в том числе, боремся, чтобы повышать какой-то, да, позитивный настрой среди иностранных граждан. Понятно, но какие-то специализированные операции, вы же теперь совместно являетесь структурным подразделением ОВД, то есть проводите операции, нелегал или какие-то? Да, у нас вот сейчас, в данный момент, идет операция, да, оперативно-профилактическое мероприятие, нелегал. Как часто они проводятся? Вы знаете, мероприятие проводится довольно, мы вообще всегда мониторим, да, то есть в наши задачи входит ежедневный мониторинг лиц, которые могут или подвержены, да, к совершению нарушения в рамках миграционного законодательства. Но опять-таки, в момент, когда была пандемия, с нас сняли все эти возможности, то есть мы не составляли протоколы, суды их не выдворяли. Сейчас, 30 сентября, все нарушители, которые составляются протоколы, в основном, конечно, это на усмотрение судей, но если до 30 сентября 2021 года судьи составляли протоколы и не выдворяли людей, то сейчас уже по большей части идет выдворение, да, и закрытие въезда сроком на 5 лет. Понятно. А вот до пандемии часто приходилось, ну, оформляли документы на выдворение. У нас были такие злостные нарушители? Ну, конечно, были, но, вы знаете, зачастую мне очень обидно, что люди просто по незнанию. Вот по незнанию. Они просто даже не понимают, что я говорю, вы понимаете, что для того, чтобы вот было у вас все хорошо, вам нужно сделать это и это. Он говорит, а я не знал. Потому что они приезжают, их зовут их родственники, братья, друзья, они приезжают сюда, их отвозят на какой-то объект, и люди, которые там недобросовестные, работодатели или физические лица, потому что физические лица тоже могут заключать трудовые договора с иностранными гражданами, которые им не объясняют, которые хотят сэкономить свое время, денежные средства. Говорят, да поработаешь ты у меня здесь, посидишь, давай мне сюда паспорт, сиди, делай все, мне главное проект сдать, объект сдать. Все, а человек говорит, а я и не знал. Конечно, он по-русски говорит, еле-еле, кто бы ему пришел и объяснил, что нужно делать. Понятно. Ну вот, кстати, говорили же о том, что не будут, вернее, будут устраивать специальные курсы для проживающих, приезжающих на работу. То есть, сейчас это как бы сошло на нет? Сошло на нет, но вы знаете, я могу сказать за свой отдел и за свой район. Я, многие, кто меня знает, веду прием вторник, четверг, с двух до пяти, но это такие условные часы, потому что ко мне люди обращаются с понедельника по субботу. Кристина Евгеньевна, помогите, пожалуйста, и никогда мы не отказываем, всегда идем на встречу, можно ко мне обратиться, прийти со своей проблемой. Очень много людей за тот короткий период, который я осуществляю деятельность здесь, в данном районе, очень многих людей уже знаю, которые приходят и благодарны, начиная просто с миграционного учета, а сейчас они получают паспорта и приходят радостные, с документами, говоря спасибо и слова благодарности за то, что мы оказываем свои услуги и помогаем людям. Ну, а смотрите, среди прочих услуг, то есть ваш отдел в принципе может заниматься таким оформлением статуса беженца, либо, например, предоставлением политического убежища, то есть были такие случаи? Да, но этим тоже занимается у нас главное управление, у нас таких очень практически данных. То есть, в основном это все в области уже, да? Да. Хорошо. Все-таки вот по поводу есть звонок, давайте мы на него ответим. Да, слушаем. Слушаем вас, говорите. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Клубнев Егор, вот, я студент, гражданин Украины. Вот, и хотелось бы получить регистрацию на территории Дмитровского района, но у меня почему-то пока не получается в связи с пандемией. Почему, расскажите? Что еще раз? Почему? Ну, из-за пандемии не получаются какие-то там отсрочки. Вы вот сейчас меня прям убили своим вопросом, разрешите, я отвечу, если у вас будут какие-то... Я могу попросить, чтобы записали номер человека, да, я обязательно с ним свяжусь. Объясню, почему. Потому что граждане Украины это у нас вообще привилегированные граждане, которые с 2016 года продлевают миграционный учет себе, это вне зависимости от пандемии, я, к сожалению, не запомнила, как зовут молодого человека, обязательно запишу ваши контакты после эфира с вами свяжусь, приглашу на прием. Значит, граждане Украины вне зависимости от пандемии продлевают свой миграционный учет по истечению 90 суток, не выезжая за пределы Российской Федерации. Поэтому вы, возможно, не знаю, обращались или нет, но и у меня из сотрудников никто вас не мог дезинформировать настолько, какая-то такая вот очень странная информация. Поэтому я с вами свяжусь, вы вполне можете обратиться, продлить себе учет, получить патент или подавать. Граждане Украины сейчас могут без квоты на РВП, поэтому все в ваших руках, пожалуйста. Вопросов нет. Понятно. А совсем упрощенный вариант это для граждан Беларуси и еще кого? И Киргизии, да? Нет. Это при наличии вида на жительство уже Беларусь, Казахстан, Молдовы, да, у нас сейчас подают тоже без, ну, то есть по упрощенной программе. Понятно. Ну, а белорусы же могут находиться без регистрации здесь? Нет. Но белорусы, так как они все-таки иностранные граждане, хотя они очень приравниваются к гражданам Российской Федерации, из-за которых единое таможенное пространство, но так или иначе все равно регистрационный, ну, на миграционный учет они как граждане Беларуси встают, и если они хотят приобрести вид на жительство, то есть они сразу подают на вид на жительство. То есть у нас три ступени РВП, вид на жительство, гражданство и граждане Беларуси имеют право. Или им патент не нужен трудовой покупатель? Им не нужен. То есть они могут спокойно устраиваться? Да, да, они работают по трудовому договору, да. То есть это гораздо проще. Да. Ну, по крайней мере, за последние три года сколько у нас получили гражданство? Ну, за три года не скажу, я скажу за текущий период. За девять месяцев, да, гражданство приобрели у нас 1152 человека, да, то есть это вот на текущий период. Из каких стран? Я не скажу, не скажу. Но страны, вы понимаете, как бы здесь по большому счету кто преимущественно находится по миграционному учету, те преимущественно получают. Ну, понятно. Ну, то есть в основном страны ближнего зарубежья? Да, страны СНГ, да. А из других стран нет никого? Нет. Очень редко, когда там приезжают визовики, но, как правило, они приезжают, чтобы погостить кому-то, да, на срок действия визы и не более того. Понятно. С Европы, само собой, тоже никто не обращался, да? Хорошо. Кристина Евгеньевна, ну, на ваш взгляд, какие вопросы еще нужно обязательно озвучить, чтобы эти зрители знали, куда обращаться, по каким вопросам? Уважаемые телезрители, мы осуществляем свою трудовую деятельность в отделе по вопросам миграции на улице Загорская, дом 22. Всегда поможем, выслушаем, вы можете обратиться с абсолютно любым вопросом и не бойтесь, пожалуйста, это делать, потому что зачастую, как я уже повторюсь, бывает поздно. Поэтому все, что возможно, прошу вас, находитесь в рамках законодательства. Почему говорю не в миграционном законодательстве, а обращаясь также к гражданам Российской Федерации, которые привлекают иностранную рабочую силу. Ну, то есть, мы заведомо опускаем тему работы вашего отдела по работе с Российской Федерацией, поскольку это не ваше направление, чтобы ответы были правильные. Да, да, да. Не могу, к сожалению, ответить. Поэтому-то получается так, что все вопросы, которые мы хотели осветить, мы осветили, поэтому еще пожелание одно, не забывайте дорогу в отдел по вопросам миграции, чтобы не было у вас трудностей потом с правоохранительными органами. Мы с вами прощаемся ровно на неделю. В следующий вторник еще пока не знаем, кто будет, но надеюсь, что гостем в студии станет представитель администрации. Напоминаю, что в гостях у нас и была заместитель начальника отдела по вопросам миграции Митровской МВД Кристина Евгеньевна Гуськова. Я благодарю от вашего имени нашу гостю успеху в вашей поседневной работе, чтобы как можно было меньше проблем с нашими мигрантами. Спасибо большое. До свидания. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова А.Кулакова